Взаимно однозначное соответствие между вот этими разрезаниями надыми ножки и такими вот путями, состоящими из шагов и прыжков. Только опять очень важная штука. Когда у нас здесь было 5 вариантов, какая длина полоски была? Помните или нет? 1 вариант полоски длины 1, 1 вариант полоски длины 2, 2 варианта полоски длины 3, 3 варианта будет полоской длины 4, и 5 вариантов, когда полоска длины 5. Значит, если у нас есть вот эти разрезания, то каждому разрезанию должен взаимно однозначно соответствовать путь в полоске длины 5. Прыжок, если пересекается вертикально, шаг, если не пересекается. У меня здесь нарисована картинка, чтобы мне командовать в режиме шага или прыгать. Шаг, прыжок, шаг. Сейчас шаг, шаг дальше. Прыжок. Прыжок почему? Потому что горизонтально. Потому что горизонтально. Дальше? Шаг. Дальше шаг. Ну, смотрите, вроде бы это понятно. Да, может быть я даже пойму, о чем вы говорите. Слушайте, по-моему, я понял. Вертикаль – это один шаг, горизонталь – это два. По-моему, я понял. Я могу сейчас нарисовать то, о чем он говорит. Ребята, давайте мы это аккуратно сделаем все вместе. Вы по каждому из этих маршрутов нарисуете разрезание. Итак, раз маршрут. Только лучше, нет, лучше все-таки ход. Действительно, ход. И давайте даже для красоты сделаем вот так. Так, пожалуйста, у себя в тенаре нарисуйте вот такую картинку. Здесь должно быть пять, а здесь четыре, но со сдвигом. Если вы возьмете две клетки, это будет… Да, возьмете две клетки, у вас все красиво получится. Не торопитесь. Так, поехали. Итак, вот эти вот три штучки – это когда мы начинаем с шага. Остальные два способа – это когда мы начинаем с прыжка. Теперь здесь может быть шаг. Это один-два варианта. А может быть прыжок. И такой вариант единственный. Здесь может быть шаг и потом шаг. А может быть прыжок. Здесь может быть шаг, потом автоматический шаг, а может быть прыжок. Отлично, господа. Холик сказал, чтобы прыжок соответствовал горизонтально лежащей доминошке. Если кто-то из вас может выйти нарисовать разрезание на доминошке и объяснить, почему рисует именно так, то мы скажем, что он понял эту самую объекцию. Построил взаимно однозначное соответствие. Там где шаг, почему не поставить вертикальный? А там где... Ну вот давайте. Здесь будет горизонтальный и вертикальный? Вертикальный. Почему? Сверху шаг. Сверху шаг. Ну хорошо. Дальше снова шаг. Отлично. Здесь они все шаги. Все. Здесь. Здесь есть прыжок. Что это означает? Это значит, что здесь нам в конце нужно поставить вертикальный. Да. А остальные пены нужно поставить... Я начинаю понимать. А здесь? Тут в начале нужно поставить вертикальный, в конце есть. А здесь в начале прыжок. Тут в начале. Спасибо. Все, 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 все. Поведу, все понял. Все правильно. Может быть, имеет смысл самим поиграться с соседней картинкой, когда были разрезания 2 на 5. Для каждого такого разрезания нарисовать соответствующие пути. Но принцип он сказал абсолютно правильно. Там, где у нас прыжок, там должна лежать вертикальная немножко. Там, где у нас, соответственно, просто шажет в соответствующем месте, будет вертикальная немножко. На самом деле, можно было и с оценками такой же взаимно однозначной соответствующей.